здравствуйте вы смотрите программу работа и сегодня у нас гостях илья стеншин заведующий сектором палеонтологическая галерея ульяновского краеведческого музея илья добрый день добрый день традиционный наверное для всех наших гостей вопрос уходящий своими корнями в детство каждого ведь когда-то давно с чего началось увлечение палеонтологии увлечение палеонтологии действительно ведет свою историю так сказать в давние давние времена в школьные наверно начальные классы в свое время привлекал журнал юный натуралист где как-то раз я увидел марку интересного животного это был какой-то из динозавров сейчас не помню вот и собственно как-то был такой интерес проявлен к этим именно существам и как-то как и любой наверно подросток сегодня это нередко явление очень часто собственно увлекаются дети динозаврами наверное вот с тех времен собственно ну и каждый проходил через энциклопедии фильмы мультфильмы значит игрушки и прочее прочее вот но как-то вот интерес он как-то не угас как большинство сегодня наверное да он сохранился вот и собственно вот уже ближе к профессии меня уже подвел собственно в университетские годы значит увлечение происходило уже и в ходе практик как бы больше интерес уже стал заостряться именно к этой профессии вот ну вот в последующем уже краеведческом музее все так сказать ближе и ближе меня подвел вот ну изначально вообще как бы всегда интересовался динозаврами но сейчас уже в частности так сказать на палеонтологии это наука вымерших ископаемых то есть растениях и животных и собственно в данный момент я занимаюсь изучением ископаемых головоногих то есть предков современных кальмаров каракатиц осьминогов вот и собственно так называемым развернутым аммонитом вот как-то постепенно от динозавров потихоньку значит вот добрался я до ископаемых головоногих ну и школьные наверное годы и в студенческие годы музей то я неоднократно бывал и конечно же все эти экспонаты наши привлекали особенно берег волжские на которые так мне все время хотелось попасть покопать и вот этот вот какой-то вот наверное запал он в конечном итоге вот сохранял вот это отношение на вот к этой отрасли науки и в последующем вот определил профессию конечно потому что всегда привлекал вот эта работа что-то куда-то съездить что-то найти на вот узнать что это вопрос тогда все таки есть какой-то секрет как вот у меня тоже у меня были книжки про динозавров мне они очень нравились на день рождения как-то перед первым классом еще я очень хотел там ну рюкзак же должны были подарить я говорил мама я хочу с микки маусом она говорит зачем мне микки маус ну ты же молодой человек давай лучше с динозаврами вот поэтому я в первый класс пошел с рюкзаком с динозаврами да там мне многие завидовали потому что у других то были с микки маусами вот но дальше это понятно это не пошло то есть да там книги там фильмы это все было интересно но потом вдруг как-то раз как вот наверное себя пусть даже сохранить вот эту вот любовь тягу и так чтобы даже она в последующем стала смыслом так скажем жизни работой ну вот у нас в ульяновске нету в университетах специальности да которая бы как-то имела какое-то отношение к палеонтологам в частности обычно это геологический должен быть факультет да которого у нас нет вот ну в идеале это конечно кафедра палеонтологии конечно же наш это у нас этого нет но в при так сказать выборе места учебы значит выбор пал на географический факультет вот в частности специальность географии и биологии которая как-то собственно была во взаимосвязи с этой отраслью наук да то есть там есть в программе значит и геология и палеонтология вот наряду с традиционными географическими биологическими науками вот но в данный момент до работаю в кровеческом музее на должность именно заведующий сектором палеонтологическая галерея вот но в частности вот по грубо говоря палеонтолог до кровеческого музея всегда интересно собственно наверное и все всегда задают вопрос вот что вы там делаете да что что собственно в музее как ты там работаешь и вообще чем занимаешься я действительно когда устроился ну вот я теперь да палеонтолог а чем же я буду заниматься его долго сидел и так сказать смотрел на окружающее постарался понять что что значит вокруг происходит действительно кипит работа но пока так сказать первые какой-то месяц я не понимал значит что мне поделать но вот собственно в итоге стало понятно что в музее работа очень разноплановая значит но главным образом значит специфика работы сотрудника музея это работа с коллекцией музея то есть фондовая и значит работа экскурсионная это лекция экскурсия то есть образовательная такая то есть это как бы два таких главных наверное ну так скажем две главные вот эти отрасли вот в которых собственно сотрудник музея и варится а вообще регион богат так скажем именно вот палеонтологическими ископаемыми конечно 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 ну для всех наверное это не секрет что ульяновская область она всегда привлекала ученых и палеонтологов и геологов тем что здесь именно на территории ульяновской области на поверхность выходит разные отложения именно юрские меловые на палеогеновые четвертичные разрезы на которые и очень интересны и богаты фауны и значит то привлекательны тем что именно их можно как было хорошо изучить из история нас ведет достаточно глубоко значит те времена когда собственно сюда с экспедиции попал пётр симон палас именно он впервые в россии отмечает нижние меловые отложения упоминая в своей вот работе значит симбирский разрез разрез симбирских глин и дальше сюда спешат ученые значит из-за рубежа и значит наши отечественные и до последних лет значит регионным привлекателем наряду с экскурсионной работы фондовой работы у меня в плане работы стоит выезд на берег сбор материала обработка этого материала написание публикации значит участие в различных региональных и всероссийских конференциях то есть это тоже входит в работу палеонтолога королевического музея то есть к тому же территорию ульяновской области вот с точки зрения богатства ископаемые фауны значит в начале 90-х годов территории береговой полосы кубышского водохранилища в окрестностях села умдары и вот эта территория которая протягивается до поливны была объявлена ульяновским палеонтологическим заказником то есть это особо охраняемая природная территория где значит поиск и соответственно какие-то исследования сбор материала возможен только в научных целях и такая же территория охватывает береговую полосу в сингелеевском районе так называемый сингелеевский палеонтологический заказник вот контроль до оперативное управление вот этими территориями находится в ведении краеведческого музея который осуществляет и выезды на эти территории то есть и я в том числе и сотрудники музея занимаемся осмотром этих территорий сбором ископаемых ну и контролем то есть а мы на основании фиксации каких-то незаконных до действий на этих территорий то есть сборов значит наверняка все наслышаны о том что есть и черные значит и археологи такие и черные палеонтологи тоже есть как это разного рода коллекционеры несмотря на такое угрозное название который собственно наносит можно сказать что это как бы вред да потому что их коллекция конечно которые у них формируются и собственно интерес проявленные вот к сбору ископаемой фауны которые есть у многих людей вот он наносит неким образом конечно уроны науки поскольку ископаемые материалы которые находят на этих территориях они могут быть в единичном числе то есть за всю историю может быть найдена какая-то ископаемая форма организма который на этой же территории больше никогда не встретиться по сохранности допустим да то есть она удачно вот так сохранилась миллионы лет что она больше тут никогда не встретиться это может быть и раковина ископаемого моллюска и тем самым коллекционер наряду с вполне обычными раковинами может как бы эту раковину найти и далее она уже зачастую вот как показала практика уже в науке никак в науку никак не попадает потому что она оседает в этой коллекции на частной полке собственно а описание ее невозможно поскольку если дело касается например первоописания да то есть так называемое установление голотипа как от называется в науке то сделался первоописание какой-то ископаемой формы которая никогда до этого не описывалась и вот одно из требование этого описания в научном журнале это присвоение именно музейного номера этому предмету вот без этого как бы невозможно то есть он не может быть описан из частной коллекции вот и несмотря на то что коллекционер в принципе может пойти да на то что вот он предоставит к изучению но зачастую человек не идет на передачу этого материала то есть он говорит нет и вполне вот берите описывайте но он будет моей коллекции вот как наука этого не позволяет неким образом можно до неким образом возможно это и правильно поскольку конечно же хочется соблюсти интересы и коллекционер он ведь нашел он сходил значит он провел огромную работу он расколол множество камней на этой территории прежде чем найти его тоже понять можно и зачастую что-то им найденное может быть еще и как бы эстетически красивым вот но он собственно не передает а может такой вариант что допустим он нашел там палеонтологи с музея описали оставили там вот номер музейный все но например в просто когда экспонируется написана там подпись такая которая будет человеку душу это обязательная коллекции это обязательно это обязательно вот то что передается людьми в музей обязательно атрибутируется то есть имеет название значит какое-то научно ему присваивается либо какая-то доля в определении если он не совсем известен значит география откуда предмет найден и третье обязательное условие это кто кто передал и вот когда этот уже предмет экспонируется в экспозиции а вот как раз присутствует три вот этих основных пункта название откуда произошел и кто передал то есть это обязательное условие то есть человек в любом случае будет отражен но вот то что предметы которые описываются в науке для действительно должны храниться именно в музее скорее всего правильно ведь неизвестно что с этой коллекции с частной будет по прошествии какого-то времени через человеком что-то может быть случится да либо он ну зачастую бывают что какие-то частные коллекции распродаются на вот то есть тем самым этот образец да этот предмет может уйти а вот очень важно да но зачастую люди как бы которые занимаются коллекционированием знают соблюдают конечно но нет никаких гарантий если музей соответственно музей принимает этот предмет то он берет полную ответственность за этот предмет после установления на нем номера в частности вот в нашем музее значит все предметы которые входят в нашу коллекцию они включены в музейный фонд российской федерации то есть они уже четко зафиксированы не только у нас но и собственно на общероссийском уровне то есть ответственность за этот уже предмет идет полный и он будет хранится значит в частной коллекции сколько возможно судьба экспоната часто не определена да да а из последних таких серьезных находок которые на самом деле может быть на мировую историю на мировую палеонтологию как-то повлияли ну вот в частности в музеи в настоящее время значит хранятся и раковины аммонитов которые были описаны впервые вот в 2014 году вот вышла публикация в частности у меня значит три вида одного рода и два вида двух других родов от гетероморфных аммонитов было описано впервые в науке то есть происходят они с территории ульсенгелеевского района вот одна раковина происходит с территорией выемки нового моста вот то есть это очень редкие по сохранности то есть раковины как может сохранить может сохраниться ее кусок а может сохраниться целая но вот зачастую вот именно развернутые аммониты у нас на территории ульяновской области те что вот имеет раскрученная вот эту спираль такую они сохраняются в прекрасной сохранности то есть сохраняется перламутр и отпечатки мягких частей тела вот и иногда прижизненная орнаментация ну то есть какой-то рисунок который был на поверхности раковин и вот вот эти детали очень мелкие у нас очень хорошо сохраняется это связано со многими причинами условиями захоронения до в те времена и с условиями которые претерпевал пласт этой горной породы изменений в ходе значит дальнейших его погружения в глубь земли ведь сверху соответственно отложение других осадочные отложения других морей накладывались и и давление было значит и температурные условия и химическая обстановка да которые изменяли постоянно значит вот условия его значит хранение в недрах земли и вот на территории ульяновской области действительно они практически в первозданном виде встречается сохраняются очень хрупкие детали полые шипы да которые вот даже при жизни как сохранялись непонятно вот это все встречается но тем самым и среди этого есть очень редкое то есть и новое вот таким образом нами были были выявлены вот несколько новых видов один новый рот вот был выделен с территории впервые вот ульяновской области вот ну теперь эти вот экспонаты находятся в фондах кровического музея не очень давно значит в тринадцатом году вышла значит публикация нового рода и вида их теозавра их теозавры это как раз морские рептилии которые обитали в эпоху на тех самых динозавров являлись их ближайшими родственниками вот а собственно им море ульяновского область на территории ульяновской области как которая располагалась как раз очень подходило для их обитания то есть оно было достаточно мелководным вот хорошо прогреваемым и собственно останки их теозавра в массах находит на территории нашей области и как бы нужно сказать о том что петр михайлович языков который ну по сути является на родоначальником нашей русской палеонтологии но он впервые применил вот эти методы палеонтологические он является нашим земляком вот и впервые описывает этого их теозавра то есть он серию позвонков в районе полив на нашел именно с территории ульяновской области впервые в россии был описан их теозавр и вот как раз в тринадцатом году вышла публикация описание нового вида их теозавра вот значит описание производилась коллегами из саратовского университета и значит университета города льешь бельгии вот значит руководил группой вот этой авторской а так скажем на валентин фишер вот это один из ведущих мировых специалистов в настоящее время по их теозавра по этой группе вот и вот было этому их теозавру ну вот коллегиально принято было решение назвать его в честь ленинского мемориального комплекса на территории которого собственно недалеко от которого находится наш музей ну вот родовое название ему присвоили как ленине вот а значит видовое стеллэнс что означает блистательный ну вот как бы решили увековечить и места нашего значит известного земляка вот владимир ильича как вообще складываются вот эти названия складываются где нашли вообще складываются по-разному да то есть и здесь играет роль именно можно сказать авторское право да то есть это видение человека как собственно он хочет назвать тот или иной вот организм хоть ископаемых и современный то есть название происходит очень по-разному но как правило либо отражаются какие-то особенности его строение внешнего внутреннего да то есть чем он особенно вот то есть там шипастый бугаристый там глазастый вот либо география а вот то есть в честь какого-то места вот так у нас было описано так называемые симбирский азавр в восемь шестом году вот владимир михайлович ефимовым написан был впервые значит как новый рот и новый вид вот и название его происходит от старого названия города ульянска симбирска а видовое его произошло к берегове значит сергей емельянович берегов это был учитель 31 школа который руководил кружком вот в школе и собственно с ребятами посещал и значит и берег волги и разрезы очень часто и вот в одной из своих экспедиций нашел вот этот череп вот и в честь вот и симбирска я его вот было принято решение назвать вот новые этот вид и рот ископаемого ископаемые рептилии ихтиозавра наверно последний вопрос такой с течением времени сложнее удается вернее сложнее складываются поиски ведь там допустим когда только начали этим заниматься наверное все таки а потом когда все выкопали надо глубже ну вообще вообще как бы вот здесь на территории ульяновской области вот очень благоприятные условия вот складываются почему потому что основную работу как копателя раскопщика здесь выполняет волга именно колебание уровня водохранилища которые собственно куйбышской который у нас здесь находится связаны значит с регулировкой подпорного уровня на самой гэс вот и значит ее стремление в правую сторону по законам бэра так называемым то есть волга регулярно подмывает свой правый берег тем самым вызывая в гордить его и оползни и а формируете самые самые разрезы обрывы данных и на береговой полосе собственно она постоянно сама раскапывает то есть двигаясь вправо лишь в ходе штормов и в ходе движения значит и в ходе подъема и падения уровня водохранилища она раскапывает берег и задача палеонтолога в основном сводится к тому что вовремя попасть на тот или иной участок берега и значит при отступлении как правило воды до или после волновой деятельности активной то есть штормов на волге и увидеть то что собственно вот открылась после этого либо этот экспонат до в будущем забирается с территории либо в дальнейшем на происходят раскопки вот такие раскопки про их проходили у нас потому что часть скелета открывается допустим в ходе штормов исчезает даже фрагменты большие но остальная часть видно что куда-то уходит да и после этого делается дополнительные раскопы выемки и собственно изымается уже полностью вот таким образом вот как таковых раскопок то них их нет по сути да то есть мы сами то с лопатой там не ходим но зачастую основными орудиями которыми мы пользуемся это кирка потому что очень часто камень в котором содержится ископаемый организм хотя открылся да но все равно где-то торчит его надо выкворять вот то есть каким-то образом вынуть из слоя нужно подцепить вот второе это молоток или кувалда чтобы понять есть что-то там или нет а третье это уже различные упаковочный материал используем даже те самые пищевые вот эти стрейч пленки которые очень кстати удобно заворачивается предмет они как-то сразу значит фиксируется внутри и собственно очень удобно ничего никуда не выпадает если даже разлетелось на какие-то осколки то все это значит компонуешь и сворачиваешь то есть разного рода собственно используются паковочный материал ну а дальше собственно вот в краеведческом музее в недавнее время появилась у нас своя палеонтологическая лаборатория это место где собственно мы уже сейчас обрабатываем то что находим поскольку экспонат ну ископаемый организм то есть раковина или костный какой-то материал они зачастую покрыты породы да то есть их надо очистить они разрушаются их надо как-то законсервировать пропитать зафиксировать то есть вот благодаря тому что у нас вот появилась и оборудование в музее и значит место и дополнительное для хранения для обработки да то есть мы вот этим сейчас в частности тоже занимаемся то есть то что мы находим в ходе экспедиции в ходе плановых выездов и на заказники и на другие территории собственно свозится в музей вот и уже там кропотливо все это обрабатывается пропитывается склеивается фиксируется прежде чем уже попасть в фонды приобрести номер и дальше уже значит выставляться или на выставках постоянной экспозиции либо ждать исследователей потому что собственно разные группы изучаются разными специалистами палеонтолог не может охватить всех ископаемое когда-то такие энциклопедисты существовали но сейчас вот четко есть разделение кто-то занимается их теозаврами специалисты уже кто-то значит там монетами кто-то там морскими ежами допустим спасибо за интересную беседу даже много я надеюсь и телезритель ну я-то точно уже вынес о нашей даже родной ульяновской области ее ископаемых а телезрителям я напоминаю что сегодня у нас в гостях был заведующий сектором палеонтологическая галерея ульяновского областного краеведческого музея илья стеньшин